В дни празднования Крещения Господня во всех православных храмах проходили праздничные богослужения с освящением воды. В Зауралье, в кафедральных соборах, Александроневском и Богоявленском, чин великого освящения воды совершил митрополит Курганский Белозерский Иосиф. О том, что вода, освященная великим чином в крещенские дни, обретает особую благодатную силу, известно каждому. Невозможно подсчитать количество этой кристально чистой святыни, которую уносят с собой из храмов люди. Только в Александроневском соборе города Кургана была подготовлена емкость более чем в 4000 литров. В крещенский сочельник митрополит Курганский и Белозерский Иосиф возглавил здесь праздничную божественную литургию, за которой множество прихожан причастилось святых христовых тайн. Затем владыка с соборным духовенством совершил чин великого освящения воды. Во время Оно прииди, Иисус, от Назарета Галилейского и крестись от Иоанна в Иордане. В эти святые дни молитва великого освящения воды обращена ко Господу, чтобы Он не спасал свою божественную благодать и осветил воду, даровав ей благословение Иордана. Господь осветил Иордан, чтобы все естество воды стало живоносным, восприяв божественную благодать крестившегося в струях Иорданских Спасителей. И вот эта вода отгоняет бесов, очищает грехи, освящает все естество человека и окружающую человека среду. Через эту воду Господь подает свое благословение. Употреблять крещенскую воду нужно с молитвой, благоговейно, понимая и осознавая, что вы принимаете святыню. Мы каждый год набираем, вот она у нас хранится до следующего года, до следующего крещения. Пьем, когда кто-нибудь заболеет, или каждое утро. Каждый, кто пришел в крещенский сочельник в Александроневский собор, разделит со своим архипасторем молитву и радость великого праздника, унес с собой частицу святой агиасмы. Для меня крещенская вода – это самое то, что для жизни мне нужно. Я всегда пью и убываюсь ей, и бужа пою. Само то, что надо. На следующий день Богоявленский кафедральный собор города Кургана отметил свой престольный праздник. Чтобы стать сопричастным к этому событию, множество народа пришло в этот храм в день крещения Господня. Праздничную божественную литургию и чин великого освящения воды возглавил митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. В этот праздничный день владыка митрополит в своем архипасторском слове вновь напомнил, что освященная вода не способна смыть человеческие грехи, но покаяние сможет изгладить их. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов. Пресс-центр Курганской епархии. Для телеканала «Союз». Продолжение следует...